В программе «Доступное жилье 2020» по линии казахстанской ипотечной компании ожидаемыми результатами на 2014 год является ввод жилья 210 тысяч квадратных метров с последующим ежегодным ростом. Для выполнения поставленной задачи Казахстанская жилищно-строительная корпорация выполнила определенную работу. Презентационный материал розын я остановлюсь только на главных моментах. 1. По земельным участкам. В 13 областных центрах местными исполнительными органами переданы и оформлены на КИК почти 50 гектаров земли, на которых площадь возводимого жилья составит 322 тысячи квадратных метров, то есть есть задел на два года вперед. В ближайшее время будет выделено около 20 гектаров земли, из них в октаву 3,2 гектара, как считаю, 1 гектар и 15 гектаров в Алма-Ате дополнительно. 2. Благодаря конструктивной работе с Акиматами в целом программа по линии казахстанской ипотечной компании будет позиционироваться во всех областных центрах. 2. По проектно-изыскательским и строительно-монтажным работам. При финансовой поддержке казахстанской ипотечной компании в 8 городах Астана, Актюбек, Кызыларда, Кустанай, Павлодар, Петропавловск, Талдыкурган и Уральск проводятся проектно-изыскательские работы. 3. Большая часть из них завершается в этом квартале, остальные – в июле-август. 4. С соответствующим заключением государственной экспертизы далее последуют объявления на строительно-монтажные работы. 4. Вместе с тем в Алма-Ате и Караганде мы объявили конкурсы на строительно-монтажные работы. 5. Там у нас были проектно-смертные документации подготовлены с госэкспертизой, переданной Акиматом, и по итогам которых с июня начнется строительство жилых домов. 6. Также имеется проектно-смертная документация с госэкспертизой в Усть-Каменогорске и Шимкенте, по которым в ближайшее время будет проработка конкурса на строительство. 7. В Таразе Акиматом передана готовая документация, мы сейчас будем проводить госэкспертизу. 8. В течение года мы будем дополнительно проектировать объемы на 2-3 года вперед. В соответствии с протокольным поручением, Сергей Кубинович, от 28 декабря казахстанская ипотечная компания, как акционер КЖСК, начал финансировать все проектные работы. И выделяет финансированные на строительство жилых домов в Алма-Ате на 675 миллионов тенге и в Караганде на более чем 2,9 миллиарда тенге. В итоге на строительство жилья, с учетом всех сказанных и проектных, и начатых по строительству, мы возьмем обязательства на 25 миллиардов тенге. Сегодня решен вопрос по 15 миллиардам. Это огромный задел. Мы считаем, что это будет выполнено до конца года. Вместе с тем, чтобы взять обязательства на показатели программы, мы считаем целесообразным в декабре давать еще 10 миллиардов, с тем, чтобы за дел первого квартала 2014 года не останавливались процессы финансирования по взятым обязательствам. В заключение хотел бы просить поддержки о системной работе всех заинтересованных сторон. В первую очередь, Акиматам необходимо обратить внимание на необходимость масштабной застройки по всем операторам программы. Второе. С точки зрения оптимизации государственных расходов и снижения стоимости строительства эффективнее было бы, если и инфраструктуру, и жилье с благоустройством строила корпорация, то есть один хозяин на одной территории. И в-третьих, целесообразно внедрить программу в государственный гарантированный долгосрочный заказ как на продукцию домостроительных комбинатов, производителей строительных материалов и на работу строительных компаний, то есть принцип работы консорциума. Мы предварительно это обсуждали у Бахатшана Абдировича, и в принципе вот эти вопросы, они бы системно давали толчок всей программе. В свою очередь корпорация может стать универсальным оператором микрорайона «Подключ». Есть пример хороший международный и турецкий, и корейский. И в принципе в одном микрорайоне можно было для всех операторов программы, как, допустим, по третьему классу комфортности строить для вкладчиков в ЖСБ, четвертый класс комфортности для бюджетников. Такое предложение уже можно реализовывать в Алма-Ате, Ак-Тюбе и Талдыкургане, потому что предоставляются более масштабные участки земли. Доклад закончен. Благодарю за внимание. Спасибо.